По словам разработчиков, они решили упростить новоиспечённую X-Raybeth, поскольку прошлые части были очень тяжело усвояемы для новичков, и только любители хардкора могли получить от игры истинное удовольствие. Уже один этот факт мог насторожить преданных фанатов, не считая того, что девелоперы очень любят экспериментировать и порой идут на риск, привнося новшество весьма сомнительного свойства. Как театр начинается с вешалки, так Космосим берёт начало из тёмной бездны космоса, едва освещенной бледным сиянием звёзд. Необъятные просторы теперь для удобства перемещения соединены гиперскоростными тоннелями. Но, увы, стремясь реалистично изобразить космические пространства, Эгософт забыли о многом другом. Собственно, как и прежде, в первую очередь о качественном тестировании своего продукта. Основной проблемой перерождённого X-Raybeth стали, как и в случае с вереницей предыдущих, досадные ошибки, которые, как чёрные дыры, поглощают всё ваше внимание без остатка и мешают пройти даже начальные уровни. Травить насекомых создателям приходится ежедневно, поэтому со дня выхода буквально каждые сутки появляется по новому патчу. Но сколько ещё времени потребуется разработчикам, дабы устранить все неполадки и привести игру в подобающий вид, на данный момент непонятно. Эгософт и раньше не отличалась раздутым штатом тестеров, однако на ряд досадных мелочей мало кто обращал внимания, ведь интересный сюжет, качественный дизайн, сложное для освоения, но отзывчивое управление и другие приятные мелочи попросту замыливали фанатам глаза, отчего любые огрехи сходили создателям с рук. Тем не менее, как студия с таким богатым опытом могла предъявить на суд общественности столь сырой проект, в голове не укладывается. Впрочем, это ещё полбеды. В X-Raybeth разработчики ещё и умудрились свести разнообразие космических кораблей, присущее ранним играм серии к минимуму. В распоряжении игроков посудено скунс Альбиона и множество путей развития. Однако даже на начальном этапе корабль имеет довольно мощные характеристики, а после установки дополнительных силовых щитов поединки даже с превосходящими силами противника абсолютно предсказуемы и арканоидны. Рен Атани управляет скунсом на пару с молодой особой по имени Иша, но обещанная напарница лишь раздражает безудержной болтовнёй. Даже в режиме песочницы от неё нет избавления. Она скорее эдакое радио на волне космических сплетен, чем боевая подруга Звёздного Волка. К слову, дизайн кабины очень даже хорош, за исключением того, что все панели приборов можно было сделать с гораздо меньшими габаритами, тем самым дав игрокам больший угол обзора. Зато теперь, в отличие от третьей части серии и её аддонов, игра больше не напоминает полёт бестелесной камеры в безвоздушном пространстве. Что же касается бесконечно повторяющейся анимации персонажа, усаживающегося за штурвал, поначалу она вызывает головокружение и тошноту. А вскоре ко всем вышеперечисленным синдромам присоединяется раздражение из-за того, что катсцену в принципе невозможно пропустить. Вероятно, именно из-за кокпитов разработчики не решились дать в управление геймерам другие корабли, ведь тогда им пришлось бы создать различные вариации их дизайна. Но если они считают, будто прорисовывать воображаемые кабины слишком тяжело и долго, пускай посмотрят на ежегодные титанические труды своих коллег из Polyphony Digital, моделирующих кокпиты более чем для половины автомобилей очередной гран-туризма. Причем им приходится принимать во внимание реальные образцы, отчего каждая заклепка у них всегда на своем месте. Да, у игроков будет возможность владеть флагманскими кораблями, но, увы, управлять ими можно только дистанционно, раздавая приказы пилотам. Пройтись по капитанскому мостику, увы, не представятся возможности. А ведь в X-2 The Threat десятилетней давности были и кокпиты, и мостики. Неужели так тяжело было повторить свой собственный опыт? Сюжет в X-2 The Threat имеется, но, скорее всего, он написан в разное время, разными геймдизайнерами и без привлечения сколько-нибудь знакомого с основами ремесла сценариста. Всякий раз нам предлагают одно и то же. Обычный набор команды превращается в муторную эстафету от дока к доку, то же самое с товарами. А ведь все можно было сделать гораздо проще. Стоило бы лишь добавить список покупок и найма, как игрок сразу же перестал бы чувствовать себя мальчиком на побегушках. Но нет, инструкции выдаются дозированно и отрывчато, отчего приходится в десятый раз возвращаться на уже знакомые станции. И все бы ничего, но в интерфейсе нет даже такого жизненно важного для навигации прибора, как радар, а на карте напрочь отсутствуют опознавательные знаки, с помощью которых можно было бы определить, куда именно держать путь. Дабы узнать, чем торгуют в близлежащем доке, нужно подлететь к нему на расстоянии менее километра, отчего чувствуешь себя слепым котенком в бескрайних просторах космоса. Однотипность же дизайна и вовсе делает задачу практически невозможной. Вышеописанное мытарство призван скрасить замечательнейший саундтрек от бессменного композитора серии Алексея Захарова. Диалоги не отличаются многовариативностью, но польза от вентиляции легких несомненна. Так, например, поговорив с кем-нибудь на станции, можно узнать характеристики наемного персонала. Но мало того, что тем для беседы раз-два и обчелся, так это еще и единственный признак разумной жизни искусственного интеллекта. В остальных случаях болваны с кремниевыми мозгами нужны лишь в качестве цели указателей к ближайшему доку или мишеней для оттачивания своего навыка стрельбы. Ко всему прочему, во время длинных и нудных диалогов подводит весьма неудобное управление, рассчитанное в основном на геймпады, отчего создается впечатление, будто играешь в кривой порт с консолей. Да и сам пользовательский интерфейс мало подходит для игры подобных масштабов. Первый космический симулятор за очень долгое время не оправдал возложенных на него надежд, причем как у новичков, на которых было рассчитано его упрощение, так и у фанатов. Проблем в игре хоть отбавляй, и за ними весьма нелегко разглядеть ее потенциал, посему можно считать, что возрождение серии X с треском провалилось. Однако не стоит забывать о первом блине, который всегда выходит комом, и столь лояльная оценка выставлена нами лишь потому, что X-Rebirth является единственным, вышедшим за последние годы представителем однопользовательских космосимов, на который стоит обратить свое внимание. Ну а самое главное — это первый звоночек, предвещающий возрождение жанра из небытия, ведь выход Elite Dangerous и Star Citizen уже не за горами.